Друзья, всем привет! В сегодняшнем ролике хотел бы поделиться с вами, показать вам церковь в Канаде, в которую мы ходим, которую мы посещаем каждое воскресенье. Стараемся, конечно, не пропускать, но бывают разные дни, бывает загруженность разная, но тем не менее. Мы посещаем христианскую церковь, называется она Soulside Charge, она находится в городе Челивак, Британская Колумбия. Это вера в единого Бога Иисуса Христа. Также я вам сегодня покажу эту церковь, покажу, как она устроена, как она выглядит, и скажу вам так, что это абсолютно не то, к чему мы привыкли, не так она выглядит, как у нас. Также еще хочу сказать, это важно, то что я ни в коем случае не хочу никого переманить в свою веру, ни в коем случае не хочу затронуть чувства, эмоции других людей, которые верят во что-то другое. То есть это видео касается только лишь нас, и я хочу поделиться и показать ту церковь, которую выбрали мы, в которую ходим мы. Я сегодня о вере говорить абсолютно не буду, кто во что верит. У каждого есть свой выбор и во что верить ему. И сегодня просто хочу вам показать разницу и то, насколько отличаются, допустим, те церкви, к которым мы привыкли, от тех церквей, к которым ходим мы сейчас. И еще хочу сказать о том, что независимо от вашей вероисповеданий в Канаде, вы всегда сможете себе найти ту церковь, которую вы посещали, допустим, у себя на родине. И, допустим, она в принципе не будет отличаться от той привычной вами, так как здесь очень много культурное общество, да, которая здесь очень много иммигрантов из различных стран, поэтому здесь также есть огромное количество церквей. Также есть православные, католические, лютеранские церкви, да, допустим, есть те церкви, которые, допустим, не отличаются от наших украинских, и она выглядит, допустим, также внутри, с иконами, с росписями, да, и пасторы там наши. Поэтому есть точно такие же церкви, просто мы ходим на данный момент, она немножко отличается, но вероисповедания та же. Надеюсь, друзья, что вы воспримете это видео правильно, и нам уже время выезжать, поэтому увидимся уже с вами возле церкви. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот церковь выглядит внутри. Здесь, когда вы приходите, бесплатный чай, кофе, В основном люди, так как это утро Мы сейчас пришли на 9 утра У них есть службы на 9 и на 11 Так как мы пришли утром рано На 9, в основном люди берут себе кофе Здесь И потом заходят вон туда Где написано Аудиториум Также есть вот второй аудиториум И сделано так как В звукоизоляционном Помещении Я вам тоже попробую подснимать Там внутри, просто там темно в основном Я не знаю получится у меня или нет, но я постараюсь И также здесь справа есть Я вам еще тоже покажу Есть комната для детей То есть если вы приходите с маленькими детьми То вот как вот Вон девочка идет, то ее отводят Комната для деток И вон маленький тоже Их там оставляют, им клеят Бирки с именами И всегда их можно будет найти, если вдруг чего Нужно будет срочно найти родителей То либо маму, либо папу, либо ребенок потерялся Как всегда можно найти Они вон там вот берут наклейки Регистрируют ребенка Печатается наклейка И клеятся на ребенка И после этого они заходят В комнату игр И проводят там все свое время Пока идет служба Мы believe it's a way That we can just remember Jesus And all of his promises For us to just celebrate that So why don't you stand As we sing Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода If Jesus is talking But you're not listening Does it still make a difference? If Jesus is speaking And you're not hearing Does it still make a difference? You read through the gospels And you see Jesus say again and again Whoever has ears to hear Let him hear Whoever has ears to hear Let him hear Another translation puts it this way Are you listening? Really listening? Over and over and over Jesus asked that question Are you listening? Really listening? Также есть Здесь вот такой зал Можно выйти Он настольный футбол Также можно выйти Посидеть Поговорить Пообщаться Провести время На той стороне То же самое Большой зал Много людей В принципе Примерно так всегда и есть Очень такая современная Церковь Я бы сказал Мы когда первый раз сюда пришли Мы конечно Были под большим впечатлением И Можно сказать Что мы Были Очень Удивлены Вот такой Шок Изначально Потому как Это абсолютно Не похоже на То К чему Мы привыкли Да К нашим церквям Здесь как-то Все Я бы сказал Раскрепощенней Проще Открытий Знаете Ну то есть Все легко Нет особо Как видите Даже скоро То есть В основном Люди приходят В чем хотят Да Все легко Никто не тебя Не обязывает Как-то что-то Что-то делать Или как-то Правильно Там одеваться Или Ну в общем Не знаю Какая-то легкость Ощущается Здесь Также приходят С очень-очень Маленькими детками Вот на ручках Видите Не знаю Прям Вот Приходят И с месячными И с двухмесячными И с трехмесячными Детками Сидят И слушают Проповеди Проводят Время Так сказать Получают Энергию На Предстоящую Можно сказать Неделю Получают силы Учатся Чему-то новому И И идут Своим целям Вот Такая вот Церковь Ссылочки На все Соцсети Я оставлю В описании Кто В Челеваке Будет Обязательно Приходите Вот мы и приехали Ребята уже домой Я надеюсь Что Вы так же Удивлены Как и Я был удивлен В первый раз Когда увидел Эту церковь На самом деле Согласитесь Она просто Вообще Кардинально Не Не вписывается Вообще В понимание Вообще Церкви Потому как Мы все же Привыкшие Православные К тому Что Как выглядит Церковь И в нашем Понимании Церковь Это Вот это Иконы Это Свечки Вокруг Это Вот этот Запах Пастырь Вот это Красивое Такое Одеяние Здесь Здесь Все Абсолютно По простому Обычная Одежда Пастыр Так же В обычной Просто Одежде Это Вот То Что В первый раз Мы сразу Так отметили И Вот Такая Большая Разница Знаете Мы Когда Первый раз Были Мы Мы Просто Даже Почти Не Разговаривали То есть Нас Привели И мы Такие Вау Вау Мы Мы в церкви Уже Или Или мы Куда-то Дальше Пойдем Мы Увидим Что Это То 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 Что Что Мне Нравится То Что У них Есть Служба На Девять Есть На Одиннадцать То 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 Ты Поспать Воскресенье Немножко Побольше Так Как Многие Любят Либо Если У вас Большое Количество Детей И вы Просто Не успеваете Их Всех Собрать В девяти То Люди В основном Приезжают На Одиннадцать То Что Я Замечаю Людей Практически Одинаково Что Надеюсь На Одиннадцать Вот Также Эта церковь Ведет Очень Активно Соц Сети Также Это Все Транслируется Онлайн То Те Люди Которые Не Могут Ходить Да Они Могут За Этим В прямом Эфире Наблюдать У себя Из дому Либо С работы Независимо Где бы Вы Не Были Одним Из моих Посылов Записи Этого Ролика Был Чтобы Показать Людям Особенно Для тех Кто Сейчас На данный Мин Приезжает Ребята Старайтесь Посещать Церкви Независимо Какую Вы Пойдете Вы Можете Выбрать Для себя Церковь Которая Вам Нравится Вам Подходит Вы В ней Прибывших Людей Которые Находятся В эмиграции На самом Деле Это Неважно Вы В Канаде В Америке В Европе Старайтесь Находить Церкви Приходить Туда И Отдыхать Там Потому Как Действительно Конечно Это может Быть Сложно Изначально Если Вы Не Знаете Языка Но Поверьте Мне Что В принципе В нашей Церкви Есть Субтитры Когда Идут Песни Скажем Так Когда Естественно Говорит Пастор То Ты можешь На самом Деле Спорить Просто Переводчик Есть Google Translate Переводчик Аудио Вы нажимаете На него И он Просто Все Переводит Поэтому Я думаю Для Начинающих Кто Не знает Абсолютно Языка Либо Знает Его Плохо Можете Просто Ложить Себе На коленку Телефон И Оно Будет В Лайве В лайв Режим И все Вам Большой Шанс Того Что Вы Познакомитесь С Новыми Людьми Откроете Для себя Горизонты Также Вы можете Встретить Своих Земляков Пообщаться С ними Опять Так Это Место Знаете Которое Коннектит Большое Количество Людей И В Этой Сфере Очень Все Открытые Дружелюбные И Все Туда Приходят Для того Чтобы Поговорить Перезагрузиться Найти силы Энергии Знаете Зарядиться Вот Этой Энергетикой Поэтому Все Туда Приходят Знаете С хорошим Чувством Юмора С хорошей Энергией С Позитивным Мышлением И Как раз Таки В такой Среде Очень Легко Найти Себе Новое Открыть Какие-то Новые Знакомства Да И Познакомиться С людьми Это Очень Важно Особенно Когда Вы Находитесь Не Дома Когда Вы Находите В Миграции Да И Вот Такие Как раз Такие Места Они Очень Помогают Душевному Покою Да И Также По совместительству Что могу Сказать То Что В такие Места Очень Часто Приходят То Что Я Замечаю Владельцы Также Больших Компаний И Даже Если Вы будете Когда Вы Набирать Кофе Вы Услышите Либо Кто-то Услышит Вашу Речь Обязательно Спросит Откуда Вы Потому Что Сразу Слышно Что Вы Не Отсюда Ваш Акцент Вас Выдает И Это Неплохо И Люди Начинают Интересоваться И Спрашивают Расспрашивают За Вас Жизнь За Вашу Жизнь Что Вы Как Давно Здесь И Что Вам Нужно Что Вам Необходимо Здесь Допустим Может Вы Ищите Что То И Когда Вы Начинаете Рассказывать Допустим Я Приехал Два Месяца Здесь Или Месяц Там На данный Момент Там Сейчас В поисках Работы И Как Такое Место Это Вот Прям Клондайк Для Поиска Работы Я Хочу Сказать Это Такой Сильный Лайфхак Для Поиска Работ Потому Как Там В любом Случай Когда Люди Слышат О том Что Вам Нужно Что Найти Либо Вам Нужно Помочь Люди Стараться Как Тем Или Этим Поэтому Это Очень Классное Место Для Того Чтобы Попросить Там Помощи Либо Просто Рассказать О том Что Ты На данный Момент Делаешь В своей Жизни Либо Ты Что Ищешь И В Этой В Этом Комьюнити В Этом Как Б Сервисе В Этом Месте Вам Обязательно Помогут Поэтому Это Тоже Так же Очень Важный Такой Фактор Я Этот ролик Понравился Пишите Ваше мнение По поводу Церкви Так же Напишите Если Вы посещаете Какие Вы посещаете Церкви Так же Будет Мне интересно Получить Обратную Связь Людей Которые Уже Приехали В Канаду Какую Они Церковь Посещают Если Вы посещаете Какую-то Другую Церковь Допустим Православную Не важно Какую Поделитесь Этим В комментариях Напишите В какую Вы Церковь Возможно Или поможете Людям Найти Именно Их Церковь И встретитесь Там Возможно Кому-то Вы поможете Опять-таки Так же Посыл Этого Видео В том Чтобы Помочь Людям Находить И Находить Эти Церкви И так же Чтобы люди Не забывали Что это Так же Помогает Нам В иммиграции Поэтому Я считаю Это очень важно И очень полезно Поэтому Спасибо вам Большое За Просмотр Спасибо вам За то Что вы досмотрели Это видео До конца Ставьте лайк И Увидимся С вами В ближайших Видео Всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры